Алхимик. Сочувствовать Никите Сергеевичу, быть повнимательнее. Это мошенник, вот Саватеев это мошенник, это враг нашей цивилизации, это Сурасовский грантаед, который красиво говорит. Мы разоблачали его деятельность мошенническую, лженаучную. И просим вас больше на таких товарищей, как Саватеев, Никита Сергеевич, не ссылайтесь, не показывайте их, нельзя этих вредителей допускать к информационному полю. Никита Сергеевич, вот этого человека, которого вы предоставили, этот человек, вы допустим, ну не ваш профиль математика, но есть вещи, они как бы для любого человека понятны, даже если он гуманитарий. Этот человек пропагандирует неопределяемые термины, вот неопределяемый термин, это уход от законов логики в средневековье, это пропагандирует Саватеев, он к этому приручает детей, это жульничество, вот неопределяемый кусипаська. Вот мы можем делить кусипаську, умножать кусипаську, мы не определяем, что такое кусипаська. Это средневековье, это стыд, это вот позорище, самое край, это уже запредельная вещь. Когда вы не даете определение термину, потом его пользуетесь, втаскиваете его в учебник, притаскиваете детям в голову, это стыд и позор. Так вот этот Саватеев в неопределяемые понятия относит точку, прямую, пространство, плоскость. То есть основные понятия, у которых есть определение, он врет детям, что это неопределяемые понятия. Это подлец, который растлевает мышление, портит мышление нашим детям, он затаскивает нашу страну в средневековье. Никита Сергеевич, пожалуйста, поаккуратнее с этими подлецами. Разбирали мы Саватеев отдельный ролик по реформе, по его представлениям об этом образовании. Говорит красиво, замечательно, но все говорит о потребностях преподавателя. Так как ему плохо, вообще ни слова ни о учениках, ни о программе, ни о достоверности контента. Вообще это несуществующие проблемы. Дайте больше денег, дайте больше славы. И показал там, собственно, еще, что он, еще доминировать ему надо, да. Как вот академик, он член-корреспондент, да, может скатываться до бутлоидных построений, типа. Ваше место у парашек. Вот как? Это педагог, да? Этим придуркам место у парашек. Академик, ваше место, их место у парашек. Как? Желание доминировать до такой степени, это стыд и позор. Эти люди должны быть просто выметены за то, что они делают с нашим образованием. Изгнаны. Из системы с маркировкой навечно. Ой, тут вдогонку. Что за жарганизмом в названии ролика? Что за эмбицилизм? Это вот как раз ролик называется. Саватеев и место у парашек. Этим придуркам место у парашек. Мы процитировали Саватеева, которого вы защищаете и спрашиваете нас, что за жарганизмы? Это наш доктор математических наук. Вот это вот бармочет. Реальный доктор, член корр Академии, что за жарганизмы. Вот до этого мы доехали, это реальность нашего образования. Вот эта быдлота будет сейчас нам реформировать образование. Этим придуркам место у парашек. Мы к этому приехали. Алексей Козлов. Виктор, а что мою книжку не критикуешь? Я же тебе ее скинул, и ты ее прочитал. И книжка моя по теории относительности взял бы четко аргументированно. Проанализировал, что в ней не так в моей книге написано. Уважаемый Алексей, я просто уверен, что я вашу книжку не читал. Потому что присылается очень много материалов. И по умолчанию нет возможности все это разбирать. Если что-то сразу яркое, интересное, смешное, мы вносим. А если скучно, даже нет желания читать строчки ниже. Мотивацию вообще нет этим заниматься. Даже такой, даже познавательным. По теории относительности мы уже рассказали все, показали. Спасибо, нет желания. В эксперименте с ножами у меня возник вопрос, почему тогда не чувствуется бесконечное отталкивание при соприкосновении. Потому что оно не должно чувствоваться. У нас отталкивание дает силу приталкивания. То есть на отталкивании ножи тоже должны притягиваться. Но просто притягиваются они по другой схеме. Не вот так вот. А спокойно взяли, притянулись. Как вот мы видим в наблюдаемой природе. То есть у нас есть две силы. Одна маленькая отталкивает единицу на р квадрат зависимая. И большая, которая приталкивает единицу на р квадрат зависимая. Она приталкивает откуда? Приталкивает оттуда, издалека. А раз приталкивает издалека, значит у нас уже график не тот участок, который вверх ушел. Уже не так, уже нет ухода в бесконечность. Мы же не приближаемся. Те тела, от которых комплексное приталкивание, они же не вблизи здесь. Это та часть графика, вот та дальняя. Поэтому она не должна как-то уходить в бесконечное отталкивание при соприкосновении. То есть два фактора. Первый, расположение по графику. Второй, ну сама геометрия. Никак. Ну вопрос, спасибо, интересный. Я для себя этот момент так понял, что, ну по сути мы чувствуем, вот этот вот как раз пик отталкивания, когда приближаем два предмета, в том плане, что они не слипаются, они друг от друга отталкиваются, не дают друг другу проникать друг в друга. Они вот эти два предмета вот сейчас ведут себя как вот такие вот кристаллики, там отдельно друг от друга отталкиваются, но держатся все вместе. И у них нет силовой мотивации друг с другом слипаться. Как передаются воздействия от поля к частице? Запретные вопросы к Виктору. Что такое сила воздействия? Есть ли она сама по себе? Чем виды материи отличаются друг от друга? Какая причина для этого отличия? Становится ли частица полем, а поле частицей? Как устроено поле? Что такое масса и почему возникает инерция? Ну, почему возникает инерция, мы показывали уже неоднократно в роликах. Почему возникает? Потому что есть вот это вот колебание общее частиц в этом базовом поле, да? И любая частица, находящаяся в этом поле, она тоже колеблется в этот такт. А вы хотите ее стронуть с места, так сказать, изменить соотношение вот по этим силовым связям, в которых она находится. Вот так и возникает инерция на смещение в рамках этого поля. Собственно, про виды материи, чем они отличаются друг от друга. У нас есть ролик специальный, где показано поле, частицы, вещественная материя, чем они друг от друга отличаются. Как бы тут сильно великих-то тайний нет, мы их не скрываем. Но некоторые вещи мы как бы не говорим, потому что нет великой надобности говорить излишнюю информацию. Спонсоры YouTube. Появились дополнительные спонсоры у нас на YouTube. Пожалуйста, перестаньте быть спонсорами на YouTube. Это на YouTube стало бессмысленно. Мы не можем эти копеечки, которые попадают на YouTube, никак использовать, потому что YouTube запретил из-за санкций и вывод средств. Поэтому спонсорство на YouTube просто. Спасибо за порыв. Если есть возможность, там под каждым видео есть ссылка на Boosty. Вот там работает схема. Средства попадают, мы их используем. А YouTube, все, YouTube в этом плане печалька. В фильме Катюшика есть вариант эфира с шариками, плотно заполняющими пространство. Там утверждается, что в таком эфире нельзя будет двигаться. Но это не так, ибо существует почти идеальная жидкость жидких гелей. Нет проблем, Катюшик ошибается и не хочет признавать ошибку. Причем здесь шарик и идеальная жидкость. Вот жидкие гели, каждый атом окружен полем. То есть у вас не только шарик, а плюс поле. Вы это сравниваете. А теперь уберем поле и возьмем просто шарики. Вот взяли шарики и наложили где-то, разместили. И что? Все, вы уже не можете в рамках этих камней, шариков шевелиться. Потому что они все заняли пространство. Миллианцев, вы настолько тупите. Вот, пожалуйста, сосредотачивайтесь. Это у вас длительное оплачевизм на меня нападательство. Ладно бы смышленые претензии были, но вот так вот, вот просто чепушня какая-то. Вы не можете просчитать, что будет если простыми жесткими шариками заполнить некий объем. Вот кубометр мы заполнили шариками, да, взяли коробку и заполнили шариками. Мы не сможем там шевелиться. Потому что шарики заняли все пространство, они жесткие. Это дети понимают. А вы, взрослый человек, миллианцев этого не понимаете. Пожалуйста, успокойтесь уже. Играет музыка. 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 Играет музыка.